Для них спорт – норма жизни, но в этот раз привычную тренировочную форму они поменяли на костюмы и вечерние платья. В Самаре прошел ежегодный Олимпийский бал. На нем по традиции наградили чемпионов, победителей всероссийских и международных состязаний и их наставников. А еще подвели спортивные итоги в преддверии Нового года. Подробности далее. Для юного рапериста Кирилла Бородачева 2018 год выдался непростым. Были и взлеты, и небольшие неудачи. Из значимых побед – золото на первенстве Европы по фехтованию среди юниоров. Состязания прошли в марте в Сочи. Затем первенство мира, где ему, увы, не удалось занять призовое место. Зато сборная стала лучшей в командном зачете, признается. Для него общая победа, даже важнее личной. За успехи Кирилла награждают на Олимпийском балу. Он стал призером в номинации «Спортсмен года». Очень много внимания уделяю, очень много времени. Можно сказать, на сборах постоянно. Половина в Самаре, половина в Москве. Тренировки, соревнования. В месяц бывают по двое, по трое соревнований. На самом деле, мне как-то без разницы, кто передо мной. Там сильный или слабый соперник. Я каждого стараюсь выиграть. Олимпийский бал проводится ежегодно в преддверии Нового года. Лучшие тренеры и их воспитанники привычную форму меняют на костюмы и вечернее платье. Получают заслуженные награды и поздравления. Благодарность у губернатора за многолетний труд отметили Дамира Нургалеева. Это он вырастил звезду мирового тенниса Дарью Касаткину. Универсального рецепта приема его, как правило, нет. Задача тренера, наверное, постараться помочь ребенку реализовать свою способность, талант. И трансформировать их в результат. По традиции, олимпийский бал – это и повод подвести спортивные итоги года. Главным достижением стало успешное проведение чемпионата мира по футболу. Теперь важно достойно распорядиться наследие мирового первенства. Поддержка объектов мундиаля – одно из важных направлений работы. Об этом глава региона Дмитрий Азаров говорил неоднократно. В том числе и на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым. Кроме того, губерния должна стать пилотным регионом по внедрению федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Это позволит значительно увеличить количество жителей региона, которые будут заниматься физической культурой. У нас на сегодняшний день 114 видов спорта в Самарской области. Из них 23 олимпийских, а 25 базовых видов спорта. Это очень большой, хороший показатель. И с каждым годом у нас действительно спортсмены выступают все лучше и лучше. Всего за 2018-й в копилке региона оказалось 1800 медалей на состязаниях разного уровня. Почти 600 человек входят в различные сборные страны. И это неудивительно, ведь на территории области большое внимание уделяется развитию физической культуры и соответствующей инфраструктуры. Было открыто 20 универсальных спортивных площадок, ледовых катков, Новокуйбышевский, Чапаевский, фоков, бассейнов и стадионов. Планы на будущее грандиозные. Открытие немов центра и двух фоков в Тольятти, а в областной столице реконструкция дворца спорта. Мария Акимова, Владимир Терентьев, Новости губернии.